Добрый вечер! В прямом эфире с последними новостями Айрот Ньюс. В студии работает Лиана Галуян. Подведем итоги дня. Наблюдатели ЕС проследили за сельскохозяйственными работами у села Хачик в Айодзоре. Евронаблюдатели проследили за сельскохозяйственными работами у села Хачик в Айодзорской области, сообщает пресс-служба МИСИ. Отмечается, что наблюдатели продолжают ежедневное патрулирование на армянской стороне границы с Азербайджаном, и ситуация по всей стране спокойная. Ранее МИСИЯ ЕС прокомментировала обвинение Азербайджана в адрес Армении в концентрации сил на границе. Там заявили, что необычных передвижений не зафиксировано. Напомним, что долгосрочная миссия ЕС разместилась в Армении с 20 февраля 2023 года сроком на два года и изначально состояла из 100 человек. В декабре 2023 года ЕС объявила о расширении миссии до 209 человек. На одном из последних заседаний правительство Армении утвердило статус наблюдателя ЕС, практически приравняв его к дипломатическому. Элена Сатриан, уроженка Армении, избрана мэром по итогам выборов в городской совет Глендейла, штат Калифорния, говорится в сообщении, опубликованном прогрессивными демократами восточного региона. Отметим, что еще в 2022 году Элена Сатриан была избрана в городской совет Глендейла, заняв второе место в избирательной кампании из восьми кандидатов и став первой иммигранткой, первой армянкой и самой молодой женщиной, избранной в совет. Элена Сатриан, ей 41 год, родилась в Армении, в возрасте 10 лет переехала с семьей в Глендейл, училась в начальной школе Коламбас, средней школе Толл и высшей школе Херберт-Ууэр. Разработка мусарского золоторудного месторождения начнется в конце текущего или начале следующего года. Об этом заявил зампред парламентской комиссии по экономическим вопросам Бабкен Туня на заседании комиссии в среду. После этого, по его словам, не будет проблем с золотоносной рудой. Отмечается, что Туня сказал об этом в ходе обсуждения проекта введения пошлин на экспорт слитков золота, платины и палладия. В январе правительство Армении приняло в собственность 12,5% акций «Лидиэн Армения». Постановление об этом было принято на основе меморандума, заключенного в феврале прошлого года между правительством Международной компанией «Лидиэн» и Евразийским банком развития для запуска золотого рудника «Амусар». Банк ВТБ в Армении, Белоруссии и Казахстане обслуживают карты «Мир» в полном объеме. Банки группы ВТБ в Армении, Белоруссии и Казахстане продолжают обслуживать карты «Мир» в полном объеме. Совершись по номеру телефона или карты, по банковским реквизитам, а также с выдачей наличными. Мы следим за ситуацией на финансовом рынке этих стран и учитываем нагрузку на наши банкоматную и терминальную сети на их территории. При необходимости ВТБ всегда готов оперативно реагировать на изменения конъюнктуры рынка, отметили в пресс-службе. Ранее в Союзе банков Армении сообщили, что армянские банки решили прекратить обслуживание пластиковых карт «Мир» из-за риска вторичных санкций. Напомним, что Национальная платежно-расчетная система Армении «Арка» объявила, что с 30 марта перестанет обслуживать карты «Мир». Обслуживание этих карт продолжит Банк ВТБ «Армения», который не входит в систему «Арка». Двое граждан из Нагорного Карабаха доставлены в Армению в сопровождении представителей Международного Красного Креста. Об этом сообщила руководитель коммуникационных программ Международного комитета Красного Креста в Армении Зарама Туни. В настоящее время Международный комитет Красного Креста содействует 20 карабахским армянам, помогает им поддерживать связь с родными. Всего с октября 2023 года по сей день при содействии Международного комитета Красного Креста перевезено порядка 50 граждан. Саркис Галластян – один из немногих армян, оставшихся в Степанагерте. В настоящее время он задержан в Армении. По данным СМИ, ранее он был директором гостиницы «Аван Плавза» в Шуши, а в 90-е – активистом, выступающим за народную дипломатию и довольно часто посещающим Баку. Также известно, что Галластян – дядя депутата фракции Артару Тюн Давида Галластяна. После 44-дневной войны в сети распространились ролики, на которых сотрудник «Аван Плавза» говорит о том, что он азербайджанец, но 13 лет живет на Горном Карабахе. Это были все новости к этому часу. В студии работала Лиана Галуян. До новых встреч!